Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео хотелось бы с вами поделиться одним из определений родительства. Я постоянно размышляю над тем, что такое родительство, как это правильно стоит понимать, как это лучше реализовать. И в какой-то момент я решил собирать определение родительства и записывать вот в таких коротких роликах, для того, чтобы помочь вам прояснить некоторые грани этого большого явления и непростого. И вот сегодняшнее мое определение такое. Родительство это значит давать ребенку лучшее из того, что у нас есть, и лучшее из того, что ему дать надо. Ну, как вы понимаете, часто встречается такое, что в определениях звучит какая-то такая правильная линия понимания процесса, и, может быть, какая-то такая идеальная формула часто скрывается. Ну, это естественно, потому что это то, к чему мы должны стремиться. И сейчас я коротко поясню вам, что я здесь имел в виду. Итак, лучшее из того, что есть у нас. Конечно, мы как родители на тот момент, когда мы ими стали, мы имеем свой какой-то жизненный опыт, какой-то багаж знаний, какой-то набор навыков. И наша задача постараться с ребенком поделиться лучшим из этого всего многообразия того, что мы накопили. Вот. И тут может быть вопрос, а кто же поможет определить, что лучшее? Ну, конечно, вы, наверное, догадываетесь, что нужно быть достаточно самокритичным, чтобы это сделать. Либо прибегнуть к помощи кого-то со стороны. Мне кажется, лучше всего стоит привлечь, в первую очередь, конечно, свою вторую половину. Но в этом могут быть некоторые трудности, потому что, когда я говорю так, я имею в виду, конечно же, что вы со своей второй половиной поднялись до того уровня в браке, когда вы можете спокойно дискутировать в таком, знаете, конструктивном диалоге. И быть друг другу помощниками, быть друг другу подсказчиками, быть друг для друга такими, знаете, в некоторых ситуациях такими палочками-выручалочками, когда вы что-то совершаете, какие-то действия, а со стороны идет, ну, некая такая подсказка, что, ну, вот это было там не совсем удачно, это вот стоит, возможно, подкорректировать, потому что выглядит вот таким образом. Я прекрасно понимаю, поскольку консультирую пары, что не все находятся на таком уровне. И в таком случае, конечно, тогда нужна помощь. Это могут быть не только друзья и знакомые, это также могут быть такие специалисты, как я, которые консультируют в теме детско-радических отношений, и ко мне приходят с такими вопросами в том числе. Ну, а вторая часть этого определения, лучшее из того, что нужно дать, да, мы должны дать ребенку, лучшее из того, что нужно дать. Вот здесь вот тоже все не так-то просто, потому что мир меняется достаточно быстро сейчас, и понять, что нужно, но это не просто. Это не просто только вчера ты считал, что нужно вот так, уже через какой-то период картинка меняется. Я здесь предлагаю настроиться на то, что для того, чтобы понять, что лучшее из того, что надо дать, дать, мы должны с вами держать, что называется, нос по ветру. Мне, допустим, в этом плане помогает не только литература новая, которая выходит на тему как раз детско-радических отношений, но и тема, которая прослеживается в бизнесе, потому как там тоже всплывают часто очень интересные ориентиры, которые помогают больше мне понять, что, куда стремится этот мир, куда он движется, и, соответственно, к чему готовить ребенка. Этим мне хотелось сегодня с вами поделиться. Надеюсь, что вам было полезно это услышать, и, как всегда, в комментариях можете выразить свою мысль, что вы думаете по этому поводу, ну и написать, полезно ли было вам это услышать, узнать, и насколько вам это откликается сегодня. Всем до связи. До свидания.